Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick и это мой стандартный теперь формат видеоблога, где я буду обозревать новости. Также этот формат выходит на аудиоподкастах, как вы знаете. Если вы до сих пор еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, если вы впервые слушаете, либо смотрите нас на YouTube. И я бы хотел, конечно же, поговорить о свеженьких новостях, что произошло новенького в Google, что интересно изменилось и, собственно, чего ждать и как действовать дальше. Свеженькая новость, что сейчас Google прикрыл полностью микроразметку, так называемая микроразметка Data Vocabulary.org. То есть Google больше не будет ее использовать для микроразметки, то есть для расширенных результатов. Это сообщается на официальном блоге компании для вебмастеров. Собственно, начиная с сегодняшнего дня в поисковой консоли, которая использует Data Vocabulary.org, вебмастер будет оповещать, что эта микроразметка уже устарела. И, собственно, об этом и говорится. Какие же виды микроразметки предлагает, в частности, Google? Google предлагает два известных микроразметки. Это JSON и Microdata, и также есть еще менее известный RDF. Коротко, что это за виды расширенных микроразметок? Давайте вместе посмотрим. Расширенные результаты поиска можно посмотреть непосредственно в Google, в Google, в справке руководства для вебмастеров. Я рекомендую вообще эту ссылочку держать у всех под рукой. Если вы слушаете нас по аудио, ссылочку я брошу в наш телеграм-канал обязательно вместе с этим видео, чтобы вы знали, как пользоваться непосредственно этой микроразметкой. Обязательно сходите на наш телеграм-канал и поищите в ленте ссылочку на расширенные результаты поиска. Коротко, в зависимости от того, какой тип у вас сайта, вы можете выбрать критерий фильтрации, электронной торговли, организации, спорт, работа, развлечения, новости, продукты питания или образования наука. И система определит наиболее подходящие вам виды микроразметок, которые применяются на тех видах сайтов или других. Допустим, если вы занимаетесь электронной торговлей, то, соответственно, вы можете посмотреть, какие обязательные виды микроразметок рекомендуется использоваться. Это самый популярный вид бизнеса, с которым мы сталкиваемся. Также, на что бы я обратил внимание, из свежих новостей, Google не планирует прекращать вообще поддержку микроформатов. Это очень важная новость, потому что многие не обращают на это внимания и считают, что микроразметка не нужна. А вот с недавних заявлений, более того, Google говорил даже, что не будет ей ранжировать. Пока что микроразметка занимает огромный раздел Google справки. Нет никаких оснований считать ее бесполезной. Более того, даже в Яндексе она считается важным фактором, который нужно проверять, правильно ли она прописана, грамотно ли она прописана и стоит ли нужной. Поэтому я бы не склонен был доверять иногда этим рассуждениям, что микроразметка не влияет на ранжирование. На самом деле, вполне влияет. Итак, по поводу видов микроразметок, можно зайти в справочные материалы и изучить все виды микроразметок, которые существуют. Как мы видим, некоторые виды микроразметок прекратили свое существование. Это действия, связанные с местом и контактные данные компании. Эти виды микроразметок прекратили свое существование. Есть экспериментальные виды. Это профессиональное обучение и озвучиваемый элемент. Да, озвучиваемый элемент это достаточно новая фишка, поэтому следите, как это будет работать. Ну и те виды микроразметок, которых я уже касался в своих прошлых аудиоподкастах. Более того, Джон Мюллер поделился оригинальной, как говорится, диаграммкой из их же Google сервиса, Google Trends, которая определяет популярность тех или иных видов микроразметок. Как мы видим, что сама по себе запрос микроразметки был безумно популярен в 2007 году, то есть сейчас сходит более на нет, потому что уже так не гуглят. До того, Кабулери особо и не был популярен, и сейчас только даже фактически на нуле. И, конечно же, схема Орг является лидирующим видом микроразметки непосредственно сейчас в Google. Микроразметка схема Орг также популярна и в России, и на то есть причины. В Яндекс.Вебмастере схема Орг является основным видом микроразметок, на который следует обратить внимание. Поэтому я бы не исключал схему Орг, не сбрасывал ее со счетов и ставил бы ее в первую очередь. Да, понятно, что JSON-LD она более компактная, занимает код меньше места, но на текущий момент мы видим, что именно микроразметка, в частности схема Орг, она достаточно популярна и спадать не планирует. Итак, собственно, для подтверждения этой новости я нашел публикацию у Барри Шварца, мы его уже обозревали, у нас есть в ряде статей мы ссылались на этот ресурс, Барри Шварц дает непосредственно опять ссылается на эту же картинку, и, конечно же, на твит, который задали Джону Мюллеру, что по поводу микроразметки, до сих пор вы поддерживаете ее? Ну и, конечно же, он ответил, да, мы до сих пор ее поддерживаем. И, соответственно, тут спросили по поводу других микроразметок, и, собственно, что он ответил. А ответил он следующее, что да, он может сказать, что дата ВК была реустаревающая, и по поводу трендов, собственно, ссылочку на то самое изображение. Я хотел бы сосредоточить, чтобы вы понимали, что микроразметка – это необходимый на сегодня тренд 2020 года. Виды микроразметок на разные страницы рекомендуется ставить по максимуму. Гуглу нужно четко сообщать, какие типы страниц, какой тип контента на них находится. Очень важно правильно подбирать тип страницы и соответствующую микроразметку. Если это страницы определенного уровня вложенности, обязательно не забывать микроразметку «Хлебные крошки». Она просто – это самая больная тема, ее часто забывают, неправильно прописывают. Из-за этого в выдаче урлы внутреннего ранга выводятся не очень красиво. И здесь я бы на это тоже хотел, чтобы все обратили внимание. Также многие путают разные виды local business, company. Они используются для разных типов сайтов, разные виды микроразметок. Рекомендуем изучить. Local business годится для сайтов, у которых есть физический филиал. Organization пойдет для некоммерческих организаций и тому подобное. Ну и как мы видим, если вы хотите узнавать свежие новости, обязательно пользуйтесь такой соцсетью, как Twitter. Это очень удобно, особенно если вы хорошо знаете английский и SEO-шник. Вы можете следить за свежими новостями непосредственно в Twitter. Вбив любой запрос в Twitter, следите за свежими популярными твитами, которые обсуждаются. И также можно уловить непосредственно те трендовые записи, которые используют, допустим, те или иные известные блогеры. Также тот же Барри Шварц, собственно, где я о нем и столкнулся. И также на другие твиты, собственно, и Джон Мюллер, на которого я, собственно, и попал. И для подтверждения увидел тот самый скрин Google Trends. Твиттером удобно пользоваться. Я рекомендую всем вам обязательно использовать Twitter. В Twitter вы можете найти много полезной информации и по поводу других либо новостей. Но также не стоит забывать подписываться на наш канал, подписывайтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал. Мы его начали активно уже сейчас развивать. И, конечно же, не забываем про аудиоподкасты, где эти все новости выходят достаточно оперативно. И вы можете всегда узнать свеженькие новости в Google, в Яндексе, в SEO и в контекстной рекламе, а также в социальных сетях. Поэтому оставайтесь с нами и до новых встреч.